МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Контракты на выполнение работ по нацпроектам заключены на 80-90%. Губернатор региона отметил в целом результат неплохой, особенно в условиях пандемии. Но темпы работ важно сохранить. По нацпроекту формирование комфортной городской среды благоустроена 171 территория. В Бреховецком и Курганинском районах работы выполнили еще в мае. На некоторых территориях в связи с погодными условиями их перенесли на октябрь и ноябрь. Нацпроект образования. К сентябрю должны были быть отремонтированы спортзалы в 10 школах. Сейчас по 6 объектам готовность от 50 до 95%. Непростая ситуация и с нацпроектом «Жилье». По этой программе федеральный бюджет выделил на строительство трех школ в Краснодаре 569 миллионов рублей. Освоено только 8%. Ход работ находится под постоянным контролем городских властей. А вот работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Крае были завершены значительно раньше запланированных сроков. Поэтому Край может получить из федерального бюджета на ремонт дорожных сетей дополнительные средства свыше 1 миллиарда рублей. Вообще за последний год Кубань поднялась на три строчки в рейтинге регионов с самыми качественными дорогами в Российской Федерации. Теперь наш регион входит в пятерку лидеров. При определении места в рейтинге оценивались ровность, прочность покрытия, его сцепные качества и хорошая видимость. Более 70% дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствуют нормативным требованиям. Расчет производился по итогам 2019 года. Больше всего качественных дорог оказалось в Москве, Хантамансийском автономном округе, в Ставропольском крае и в Ингушетии. В Краснодарском крае за 10 лет доля качественных дорог выросла более чем в полтора раза. И еще немного дорожных новостей. Вторую очередь автодороги Краснодар-Керчь продолжит строить компания Трансстроймеханизация. Столичный подрядчик уже ведет работы на участке хутор Белый, Славинск-на-Кубани. Стоимость контракта второго этапа от Славинска-на-Кубани до Краснодара составляет 55 миллиардов 100 миллионов рублей, сообщает коммерсант. Вся трасса А-289 Краснодар-Керчь растянется на 119 километров. Она пойдет в обход населенных пунктов. Автополотно будет четырех- и шестиполосным. Завершить дорогу планируют к 2024 году. И на этой же неделе определился подрядчик на строительство второй очереди Яблановского моста. Стоимость контракта 3 миллиарда 400 миллионов рублей. Срок завершения – ноябрь 2024 года. По проекту длина моста составит 478 метров, а протяженность мостового перехода – более одного километра. Предусмотрены четыре полосы движения, пешеходный тротуар и велосипедная дорожка. И к новостям о поддержке бизнесменов. На Кубани стартовал проект «Наставничество для предпринимателей». Первая в этом году программа продлится до декабря и будет состоять из трех потоков. Программу реализуют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержкой индивидуальной предпринимательской инициативы. 150 наставников помогут с развитием своего дела двум сотням участникам – начинающим и действующим бизнесменам старше 18 лет. Как войти в этот проект и какая из него польза, рассказала в интервью нашему телеканалу Александра Целищева, начальник отдела господдержки МСП, Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. А чисто технически роль наставника, она как строится? Он где-то находится, где-то рядом, и в случае чего просто как сторонний наблюдатель, и появляется там в тот момент, когда нужна помощь? Или какая функция вообще? Функция – это то, что у нас, как сказали, что два месяца. То есть есть период, в который наставник работает со своим подчиненным, подопечным. И проводятся встречи, постоянные консультации. И, вы знаете, здесь можно сравнить, наверное, данный подход с походом в тренажерный зал. Вы можете сами заниматься в тренажерном зале, но я сомневаюсь, что у вас будут хорошие успехи. Не такой эффект будет, да? Да, а если вы наймете тренера, который вам составит программу, который вам подскажет, как правильно делать, но если вы это сами делать не будете, вы все равно не добьетесь успеха. То есть здесь такую можно провести очень обычную, простую аналогию, которая будет понятна всем. Вот роль наставника – это роль тренера, который вам говорит, что нужно сделать, но он за вас это не делает. И поэтому, если вы только просто задумываетесь о том, как начать свой бизнес, у вас есть желание такое очень сильное, то вы можете подать заявку и с вашей бизнес-идеей вы получите наставника. Если вы предприниматель до трех лет, и вы тоже хотите получить своего именно наставника, вы тоже также можете через фонд развития бизнеса, либо через сайт подать заявку на наставничество, и вы сможете как раз-таки после успешной защиты, ну как рассмотрения вашего проекта, вы можете получить как раз-таки успешного и хорошего наставника. Второй инструмент попадания в этот институт – вам необходимо пройти школу молодого предпринимателя, после завершения которой идет отбор и рассмотрение бизнес-идей, некий конкурс, и после которого, если вы проходит этот конкурс, то вам также дают в наставнике хорошего именно предпринимателя, либо из числа топ-менеджера. Данный проект и данный институт наставничества – он для всех. Если вы старше 18 лет, и у вас еще нет бизнеса, либо у вас уже только начинающий бизнес, или уже действующий, вы можете получить своего наставника. Обращайтесь в фонд развития бизнеса, оставляйте свои заявки, мы рассмотрим. Я уверена, что вы получите своего успешного предпринимателя для успешной реализации бизнеса. И далее о финансовой безопасности в России. В 2020 году заметно вырос объем фальшивых банкнот, данные из статистики Центробанка. Количество выявленных поддельных купюр в первом полугодии этого года достигло 19 тысяч. Показатель увеличился впервые за последние два года. Согласно данным регуляторам, мошенники любят подделывать крупные купюры. Чаще всего это пятитысячный номинал. Как не обмануться и распознать фальшивку, мои коллеги из дневного эфира узнали у Дмитрия Белова, старшего оперуполномоченного отделения по борьбе с экономической преступностью в сферах финансовой и горной внешнеэкономической деятельности и противодействия фальшивомонечеству ОМВД России по городу Краснодару. Давайте покажем основные моменты, фрагменты, участки банкнот, если можно так сказать. На что нужно обращать внимание? Какие защитные знаки чаще умудряются подделать фальшивомонечке? Пятитысячная купюра имеет большое количество этих признаков, подтверждения подлинности ее. Основные назовем, которые визуально проще всего определить. Это переливание. Вы прямо нарисуете, да. Данная лента при наклонении ее, вот полоска так называемая радужная, она переливается. То есть стоит поподвигать купюрой, да? Да, да. Также рядом расположена, вот в этой части купюры, расположена перфорация. То есть маленькие дырочки, которыми выбита цифра 5000. Это на ощупь можно определить или на просвет? Это можно на свет. На свет, да, определить. Это два основных момента. Здесь в просвете изображен портрет генерал-губернатора Муравьева-Амурского. Ну, это тоже один из признаков. Дальше, если говорить о признаках на ощупь, да, буквы выдавлены. Их можно пощупать. Именно вот эта строчка, которую вы выделили, да? Да, билет Банка России и... То есть она плотнее, чем вся купюра должна быть? Она плотнее, да. И на ощупь ты чувствуешь, что буквы выдавлены. Это настоящее? Да, так же это и здесь. А в фальшивках? Это признак подлинности. Мы говорим о признаках подлинности, да. Ну, то есть надо еще предупредить зрителей, что если в руках у вас банкнота, которая не показывает вот эти данные, да, вот эта строчка такая же плоская, то это уже звонок, да, подделка. Однозначно подделка, это однозначно подделка, но фальшивомонетчики тоже не стоят на месте. Не спят. Качество купюр однозначно увеличивается, улучшается с каждым днем. Что еще? Здесь при переливе радужный перелив идет в этой части. Это тоже можно посмотреть, наклоняя купюру. Идет перелив. Что еще? По признакам, буквами выбито здесь Центральный банк России, ЦБРФ. То есть, если вы смотрите под лупой, прекрасно можно это увидеть. А сам цвет, вот все понимают, что 5000, они красные в простонародье, да, а сам оттенок вот красного, он какой должен быть? Перегиб не в розовый уйти, не в оранжевый. То есть, вот эти фрагменты все, оттиски какие должны быть? Это сложно определить визуально, от цвета зависит. Но она должна быть не такой яркой, мне кажется. Да, факт. Купюра настоящая, достаточно яркая, в принципе. Фальшивки, в связи с тем, что они используют, для печати используют полиграфическое оборудование, цвет может быть практически идентичен. Еще один способ защитить себя от фальшивых купюр, это использовать безналичные платежи. И этот показатель по итогам полугодия вырос в Краснодарском крае на треть. Это данные Южного управления Банка России. За 6 месяцев картами при оплате товаров и услуг жители края воспользовались 412 миллионов раз. Объем операции около 300 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом больше на 6%. От общего количества операций по картам доля безналичной оплаты 88,5%. Такие показатели объясняются активным развитием в регионе платежной инфраструктуры. Проект повышения финансовой доступности на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях реализуется администрацией края совместно с сообществом кредитных организаций. По показателю обеспеченности жителей банковской инфраструктуры, первый на юге и в десятке лидеров в стране, на тысячу жителей Кубани приходится 29 устройств по приему платежных карт. О других новостях в сфере банковских услуг узнаем далее. Кредит на жилье, не выходя из дома. Росреестр намерен довести до 80% долю электронной регистрации ипотечных сделок. Задача ставится на срок до конца 2021 года. Об этом глава ведомства сообщил президенту России Владимиру Путину. Для достижения показателя ведется активная работа с кредитными организациями. Сейчас доля онлайн-оформления ипотеки уже в два раза превышает показатель по нацпроекту на 2021 год. 40% сделок осуществляется дистанционно, в то время как на начало года этот показатель был 9%. Нормативный срок по регистрации ипотечных сделок составляет 5 дней. Однако сегодня эти сделки уже регистрируют за 2-3 дня. Краснодарский край занял четвертое место по запросам на кредитные каникулы. Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств проанализировала период с января по август текущего года. Пик заявлений отмечен в апреле. 39% от общего количества обращений было подано именно в этот месяц. На Московскую область приходится 7% заявлений, Москву – почти 6%, Свердловскую область – 4,3%. Это тройка лидеров по запросам на предоставление кредитных каникул. Показатель Краснодарского края составил свыше 3,5%. С рынка в ближайшие три года могут уйти около 100 банков. В интервью «Известиям» такой прогноз сделал глава аналитического кредитного рейтингового агентства, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. При этом около трети кредитных учреждений закроются добровольно. В последние годы заметен тренд на цивилизованный выход из бизнеса. Многие кредитные организации теряют рентабельность, ускорили процесс кризис и снижение ставок. Глава агентства также отметил, что чуть больше десяти организаций присоединятся к более крупным кредитным организациям. А вот остальные будут уходить с рынка через отзыв лицензий. Это деловые факты и итоги. И мы продолжаем. Купить кубанское вино можно будет в Финляндии. Переговоры о таких поставках наш регион начал вести еще в октябре прошлого года. Но зайти на финский рынок было непросто. В стране сложная система закупок и госмонополия на алкоголь крепче 5,5 градусов. В ближайшее время в Финляндию отправят 2000 литров кубанского вина. Интересно, что в целом поставки за рубеж в период пандемии в надельческие предприятия Край не снизили. За 8 месяцев Край экспортировал 212 декалитров вина. Это больше, чем в прошлом году на 17%. В целом же Край выполнил план по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» почти на 70%. Рост объемов поставок сельхозпродукции за рубеж отмечен по многим показателям. На результат повлияло увеличение господдержки. В этом году она составила 8 миллиардов 300 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом Край поставил за рубеж продукции на 247 миллионов долларов больше. Объем экспорта составил 1 миллиард 700 миллионов. Масло жировой продукции реализовано на 307 миллионов долларов. Мясной и молочной на 29 миллионов долларов. Это, кстати, на 40% больше плана. Экспорт злаков свыше 1 миллиарда долларов. Особенно активно ведутся за рубеж поставки сахара. По сравнению с прошлым годом его экспортировали в 5 раз больше на 97 миллионов долларов. А вот в рамках нацпроекта «Экспорт продукции АПК» на Кубани появилось около 500 гектаров миллиарируемых земель. Всего до конца года этот объем должен составить 3000 гектаров. Направление это субсидируется из федерального и краевого бюджетов. Сумма господдержки составляет почти 300 миллионов рублей. Почему мелиорация так важна и об условиях ее господдержки, мои коллеги поговорили с Алексеем Кирсановым, начальником отдела рисоводства и мелиорации, управления растениеводства, Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Давайте посмотрим это интервью. Давайте расскажем, как в министерстве будут рассчитывать определенную сумму для каждого хозяйства. Сколько будет составлять эта государственная поддержка? Сумма, она, так скажем, для каждого хозяйства. Условия одинаковые. И сумма зависит прежде всего от введенных в эксплуатацию миллиарерных земель, от гектара. То есть мы компенсируем 70% затрат, но не более предельного значения. И в зависимости от фактически понесенных затрат, там специальная формула есть, и по ней уже рассчитывается та сумма, которую государство компенсирует из средств федерального и кривого бюджета уже сельхозтоваропроизводителю. Но условия, они одинаковые для всех. Я поняла. Как этими средствами могут воспользоваться предприятия, которые уже используют? У себя систему миллиарерацию в хозяйстве. Средствами могут воспользоваться только те предприятия, которые вводят миллиарерные системы либо в текущем году, либо осуществляют реконструкцию в текущем году по затратам текущего и отчетного года. Использовать они могут на покупку оборудования дождевальных машин, поливальных машин, так и на выполнение строительно-монтажных работ, чтобы ввести данную миллиарерную систему в эксплуатацию. В чем преимущество миллиарерации и что дает непосредственно эта система сельхозотрасли нашего края? Давайте мы это на две части разобьем. Отдельно это инженерная миллиарерация и отрасль рисоводства, потому что без миллиарерации и отрасль рисоводства не может существовать. По инженерной миллиарерации мы с вами видим, какой у нас текущий засушливый год. И, наверное, безусловно, один из самых сложных периодов. В этом году она нужна как никогда, да, получается? Да, да, да. Потому что с помощью миллиарерации мы можем гарантированно получать высокие урожаи. Это мы касаемся инженерной миллиарерации. То есть нарушение мы можем и овощные культуры возделать, и зерновые культуры. И урожайность по оценкам достигает не менее 110% к средней урожайности по данному муниципальному образованию, где осуществляется инженерная миллиарерация. И выше, то есть 110, 120, 150. Но самое сейчас важное, в тех районах или в тех участках, где нет миллиарерации, то есть столкнулись с проблемой снижения урожайности. То есть может такое быть. Вот все-таки орошение, дождевание, оно позволяет гарантированно получать высокие урожаи. Какие задачи край ставит, какие задачи министерство для себя определило на ближайшие годы по развитию систем миллиарерации в нашем крае? Если мы касаемся проекта экспорт продукции ПК, до 2024 года необходимо ввести 11 600 гектар в эксплуатацию миллиарерированных земель. Что касается развития ведомственной программы, тоже по миллиарации земель, это 12 500 гектар точно таких же миллиарерированных земель. Основное отличие между двумя программами, это потому что в рамках проекта экспорт продукции ПК, необходимое условие, это на введенных в эксплуатацию миллиарерированных землях вырастить ту продукцию, которая направит уже на экспорт. Далее расскажем об еще одной мере господдержки для фермеров Кубани. Их приглашают к участию в конкурсе на предоставление грантов «Агростартап». Минсельхозкрай напоминает, что до 30 сентября будет идти прием документов от претендентов на участие в этой программе. Кто может претендовать на финансовую поддержку, как ее можно получить и какие еще региональные и государственные программы направлены на поддержание сельхозпроизводителей Кубани. Все это в дневном эфире нашего телеканала рассказал специалист из Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Алексей Тананин. Сколько на сегодняшний день уже подано заявок? В настоящее время подано 30 заявок и они проходят рассмотрение. То есть сейчас будет проводиться проверка на оплату налогов. Как я постоянно говорю, чтобы претенденты обязательно обратили внимание именно на этот вопрос, чтобы не имелось задолженности. По итогам межведомственного запроса Министерство сельского хозяйства получает ответ. Имеет задолженность претендент или не имеет. Цифры там даже не фигурируют. Самое обидное, когда хорошие проекты отклонялись из-за наличия задолженности буквально в 3 копейки. А это может стать препятствием? Конечно, это одно из условий участия в конкурсе. Это должно быть фермер, который зарегистрирован на территории Краснодарского края, либо гражданин, который зарегистрируется в случае его отбора как участника программы в течение 15 дней. На какую сумму, в принципе, можно рассчитывать, получив агростартап? Давайте подробно расскажем, потому что много говорим мы слово агростартап. Какая сумма за этим стоит? Значит, по направлению развития крупнорогатого скота, хоть молочного, хоть мясного направления, размер гранта может достигать до 5 миллионов рублей. Сумма весьма существенная. По всем остальным направлениям, там может быть и растениеводство, и животноводство, размер гранта до 3 миллионов рублей. Фермер получает грант с достаточно солидной суммой. Как он может и должен распорядиться этими деньгами? В какой срок? При подготовке бизнес-плана фермер составляет планы расходов. В соответствии с этим планом расходов описывается, какое имущество он планирует за счет средств гранта приобретать. При этом необходимо отметить, что обязательно должен быть уровень софинансирования. До 90% это средства гранта, средства государства, и от 10% это средства фермера. То есть у него на счете должны быть зарезервированные средства, когда подойдет время приобретать тот же трактор, он внесет свои 10% и 10% перечислит ему государство. И он приобретет себе новый трактор, на котором будет работать. А в сроках ограничены фермеры? Да, ограничены. С момента предоставления гранта на его освоение у фермера имеется 18 месяцев. Алексей Анатольевич, а вообще может ли Александр Борщев, например, еще раз уже в следующем году или в этом снова претендовать на агростартап? Какие тут взгляды есть у министерства? На агростартап претендовать он уже не сможет. Он уже воспользовался данной поддержкой. То есть это единожды можно сделать? Да, но у него есть другие формы поддержки, которые он может использовать. Если он приобретет, допустим, поголовье коров, он может просубсидировать приобретенное поголовье в рамках поддержки, которая оказывается уже у нас лет, по-моему, 14-15 на территории края. Тут краевая такая поддержка. Действует поддержка семейных ферм. Это когда уже фермер, который зарегистрирован более двух лет, расширяет свое хозяйство, допустим, приобретает поголовье. Там уровень софинансирования 60 на 40. То есть средства государства это до 60% и от 40% это средства фермера. То есть очень удобно также перевооружить свое хозяйство, приобрести новое оборудование, приобрести поголовье. Это вот еще одна такая поддержка, которая может быть ему интересна. Ну и если, допустим, Александр Александрович объединиться с другими такими же фермерами, как он, который в кооператив, существует программа поддержки для кооперации. Что тоже очень важно, очень удобно. Вот сами понимаем, что основная добавленная стоимость в сельском хозяйстве – это в переработке. Они, объединившись, несколько таких фермеров могут создать свой небольшой заводик по переработке молока и реализовывать уже не сырье на молозаводы, а производить фермерскую продукцию, реализовывать, уже поставлять в те же самые сети и в социальную сферу, в школы, в садики. Уже готовый продукт – молоко, сметану, творог. То есть все, что они сочтут интересным производить. В прошлом году в агробизнес нашего края пришло больше 700 человек. Грант «Агростартап» этому помог, как считаете? Безусловно. Безусловно, потому что на конкурсную комиссию зашло около 100 человек. Не все могут победить. Кто-то не смог стать участником программы. Плюс действует программа поддержки начинающих фермеров, которая также вносит свой вклад в то, чтобы создавались новые крестьянские хозяйства. Поэтому эти программы, безусловно, позволяют увеличить количество фермеров у нас на территории края. И в завершении выпуска хорошие новости о развитии торговли. Инвестиции в эту отрасль Краснодарского края выросли по сравнению с прошлым годом на 27%. Вложено 7 миллиардов 300 миллионов рублей. Таков размер инвестиций за полгода. Почти 5,5 миллиардов рублей освоено при строительстве объектов розничной торговли. 1,2 миллиарда рублей при возведении объектов логистики и оптовой торговли. Уровень обеспеченности населения торговыми площадями – один из индикаторов качества жизни в регионе. В Крае на тысячу жителей их приходится свыше 880 квадратных метров. Это выше установленного минимума на 57%. За 8 месяцев в Крае заработали 265 новых объектов потребительской сферы. Их суммарная площадь – почти 127 тысяч квадратных метров. Такими были деловые итоги недели. Желаю вам процветания и роста во всех сферах вашей жизни. Редактор субтитров А.Семкин